А сейчас новости футбола. Рубрика «Футбольное обозрение» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Славянское подворье.Л». 18 сентября на поле в городке Зил прошла матчевая встреча Перинства-Либерецкого района среди детско-юношеских школ. Латкаринская команда «Дюсш-ФК Латкарина» принимала футбольный клуб «Звезда-1» из города Люберцы. Встречу открыли юноши 2002-2003 годов рождения, тренер Алексей Садов. Счет в матче открыл Данила Поляков, выведя нашу команду вперед. Либерчане счет сравняли, но Данила Поляков отличился повторно. Футболисты из «Звезды» вновь сравняли счет. Во втором тайме решающий гол с пенальти забил Данила Юкин. 3-2 победили латкаринцы. После младших юношей играли средние юноши. 2000-го и 2001-го годов рождения, тренер Евгений Вольперт. Матч складывался в обоюдо-острой борьбе. Острые моменты были у обеих команд. У латкаринцев плохо получалась игра в пас. Нападающий Евгений Маркелов сильно передерживал мяч, видимо забыв о том, что футбол – игра командная. В середине второго тайма либерчане смогли забить гол. 0-1 проиграли средние юноши. Завершали встречу старшие юноши 1998-1999 годов рождения. Тренер Владимир Шитов. Преимущество в матче переходило от одной команды к другой. Мастерством смогли блеснуть фратари. Латкаринцы додавили соперника и забили единственный гол в матче. Отличился Эльмир Сафарханов. 1-0 победил Дюш ФК Латкарина. 18 сентября на нижнем поле стадиона «Полет» прошел матч первенства Люберецкого района среди мужских команд. ФК «Лзос» Латкарина принимал ФК «Урожай» – «Тамилина». Уже на второй минуте матча тамилинцы смогли забить гол, но латкаринские футболисты проявили волю к победе. В первом тайме Дмитрий Старостин красивым дальним ударом сравнял счет. А во втором тайме мастерством блеснул Ян Шанин, совершив свой фирменный проход на скорости и перебросив мяч через вратарь. 2-1 победила команда ФК «Лзос». 23 сентября на нижнем поле стадиона «Полет» прошел матч первенства города Латкарина по футболу. Встречались команды «Титан» и «Альянс Набережная». Игра прошла на нижнем поле, потому что верхнюю поляну сильно залил дождь. Команда «Альянс Набережная» начала встречу в десятером из-за несвоевременного сбора. Счет в матче открыл Виталий Веселов ударом с пыра. После прострела Владислава Лобова мяч попал в Алексея Садова и отскочил в ворота. Так счет стал 2-0 в пользу «Титана». Во втором тайме «Альянс» возродил интригу. Скидку Александра Никифорова завершил Андрей Пылинский. В концовке встречи, уже почти в полной темноте, подачу Ивана Щербакова головой завершил Дмитрий Демидов, установив окончательный счет в матче. 3-1 победила команда «Титан» и вышла на третью строчку турнирной таблицы. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Футбольное обозрение» компании «Славянское подворье L». Алексей Устинов, Александр Тестов, Роман Завьялов, телеканал Латкари.